Девушки отдыхают 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 личные вещи то есть это котелок это была мыльница его она прямо положено друг друга ну знаете как будто умывает положили туда мыло вы когда на это смотришь сразу ну невольно натыкаешь на такую мысль как бойцы сидели какой был у них быт и что вот скажем даже утром они сидели кушали умывались и их жизнь вот просто мгновенно оборвалась от снаряда от взрыва до каждого человека в принципе и каждого лично формирует наша память наш опыт и наш народ нашу страну наше общество формирует тот же опыт то есть нельзя забывать об этих событиях таких как антон ермолаев я бы назвал защитником отечества потому что он защищает нашу память он защищает наше прошлое что же еще заставило твикнуть нам ребят из разных городов и поселков югры опять же любовь к родине и неправду говорят что молодое поколение стихи не читает с чего начинается родина с улыбок и слез матерей с тропинки ребятами пройденной от дома до школьных дверей с березок стоящих веками на взгоре в отцовском краю желание потрогать руками любимую землю свою где наша отчизна кончается людей не увидишь границ в полях горизонт раздвигается при вспышке далеких зорниц а ночью в морях ее синих бою кают звезды волна нет края конца у россии безбрежно как песня она так что же такое ты родина поля в перелесках зари все очень знакомое вроде бы а глянешь и сердце болит и кажется можешь разбега взлететь не боясь вышины и синюю звездочку с неба достать для родимой страны стася мне сообщила что она уже готова к интервью ребята вы очень классно выглядите в кадетской форме а почему вы решили стать кадетами я просто хотел пойти и каждый день маме говорю что я хочу быть кадетом но она говорила то что возможно у тебя там будут травмы я говорю мне это не важно я просто хочу быть и все после начальной школы я узнала что в нашей восьмой школе есть до образование направлено на военное и мне стало очень интересно что это и как я попросила маму написать заявление на что она мне ответила ну ты же девочка как девочка будет учиться среди мальчиков на меня это не остановило и вот четвертый год я уже получаю военное образование я знаю что у кадетов есть особые уроки какие это уроки строевая подготовка огневая подготовка устав вооруженных сил рукопашный бой еще владислава как ты считаешь какие главные качества должны быть у кадета кадет должен быть упорным по моему мнению самое главное качество ведь без упорства не достичь тех целей которые ты ставишь перед собой алексей а как ты считаешь я думаю быть добрым честным упорным овладевать знаниями и становиться разносторонне развитым человеком поменялись ли ваши взгляды на жизнь после вступления в кадеты мои не изменились я как был таким человеком так и оставался добрым отзывчивым и помогал всегда людям если у меня была такая возможность я стал наверное еще больше гордиться тем что я живу именно в россии владислава алексей хотите ли вы связать свою дальнейшую жизнь с военной деятельностью я бы хотела быть хорошим следователем в будущем я хочу поступить фсб и больше не рассматриваю никаких вариантов пока что гости у нас серьезные и взрослые спасибо что к нам пришли артем иванович и евгений сергеевич кто такие разгвардейцы это военно-патриотическое направление которое основано на воспитании у молодежи патриотизма к родине а кто тогда бойцы разгвардии это сотрудники войск национальной гвардии которые обеспечивают безопасность граждан владислава алексей кадеты школы номер восемь города хантематийска и у них тоже есть к вам вопросы с какого возраста можно стать бойцом росгвардии желающим поступить на службу в росгвардии милости просим с 18 лет могут ли бойцы росгвардии стать наставниками для кадет конечно могут в прошлом году также у нас уже были проведены совместные действия по воспитанию кадетов это наши сотрудники принимали участие по организации данного мероприятия которые прошли очень успешно а это вы про тот лагерь который был организован прошлым летом для юных росгвардейцев а я знаю один секрет владислава алексей участвовали в этом мероприятии а ну-ка расскажите что вам больше всего запомнилось в этом лагере больше всего мне запомнилась высотная подготовка я первый раз своей жизни спускалась со второго этажа по веревке также мы копали окопы у нас были занятия в противогазах была стрельба а из чего ты стреляла из пневматического оружия классно вот это настоящая девушка не запомнились больше всего мероприятие и сами наставники они были очень добрыми к нам и учили нас всему что сами знают планируется ли организация подобных лагерей в будущем конечно планируется эти в прошлые лагеря у нас был как бы пробный будем делать стараться как бы на постоянной основе все эти лагеря уже более такие масштабные привлечением других детей спасибо поздравляем вас днем российской армии спасибо день защитника отечества это неотъемлемая часть в истории нашей страны поздравьте вы своих дорогих защитников пожелайте им счастья здоровья наши мужчины этого полностью заслуживают а я для своего папы любителя кофе сделала в подарок вот такую кофейную игрушку а теперь в белоярске здесь ученики первого кадетского класса мчс приняли присягу вы защитники вы и настоящие будущие защитники те знания тот опыт который вы уже получили и который вы получите здесь занимаясь с нами вместе он поможет и вам поможет ваш вашим близким реально и правильно оценить ситуацию ту или иную в которую вы можете в течение жизни попасть быть где там это 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 обороться со злом и защищать людей мне хочется больше общаться с сотрудниками мчс брать от них опыт неожиданно знаменательно трогательно очень важная считаю жизни для и для девочек и для мальчика вообще для деток масса новых знаний масса информации масса возможностей возможность развития у детей открывается дорога в светлое будущее вы знаете как говорится что там будет дальше мы еще не можем сказать определиться но тем не менее направление уже задано следующий материал прислали юнкоры из деревни лямина сургутский район военно-патриотический клуб дельта назван в честь александра будина который родился 28 июля 1976 года 11 декабря 1994 года александр будин был признан на действительную срочную военную службу в ряды вооруженных сил российской федерации александр будин осуществлял инженерную разведку местности обнаружив боевиков он первым открыл огонь тем самым предупредил следовавших за ним десантников и не боя он погиб была смертельно ранена и его собака джон за несколько дней до смерти ему было присвоено звание младшего сержанта но в этом он так и не узнал что еще волновало юнкоров и каким они хотели сделать выпуск программы твое тв дмитрий таланов наш корреспондент считает что надо рассказывать о тех кто занимается спортом здравствуйте мы находимся в центре зимних видов спорта имени александра филипенко где проходит 36 массовая лыжная гонка лыжня россии в югре она проходит 13 раз отличительной чертой именно нашего забега является то что проходят показательные выступления коренных народов севера это охотничьи лыжи каждый год каждый год вам нравится ну конечно это движение Субтитры делал DimaTorzok Есть ребята, которые сотрудничают с нами очень давно. Я их называю нашими добрыми лучиками. Это воспитанники реабилитационного центра лучик. И они тоже твикнули нам. А кто такие защитники? Которые защищают нашу праву. Они были быстрые? Да. Они были сильные? Да. Они были ловкие? Да. И сегодня мы тоже с вами будем сильными, быстрыми и ловкими. Наша армия родная стережет такой страны, что пришли мы бедня, зная, чтобы не было войны. Наши лётчики-герои небо, золька, стерегу. Наши лётчики-герои охраняют все страны. Девушки отдыхают. Вы доказали, что вы быстрые, смелые и ловкие. Ура! Каждый из вас может стать специальным корреспондентом программы «Твое ТВ». Присылайте фото, видео, материалы. Рассказывайте обо всем, что происходит в нашем округе. Присоединяйтесь. Будьте частью нашей команды. «Твое ТВ». Твикай нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова